ДОЧКИ МАТЕРИ Специализированный интернат или жизнь прогулать рядом с матерью? Какой выбор на самом деле будет лучше для детей? Что делать, если ваша собственная мать хочет отобрать у вас ребенка? И, наконец, как развеять иллюзии подростка относительно его первой влюбленности и не потерять при этом его доверие? Ответить на эти вопросы и дать полезные советы родителям и их детям помогут наши эксперты. Главный детский гинеколог Министерства здравоохранения Украины Татьяна Татарчук. Юрист Михаил Присяжнюк. Психолог Виктория Любаревич-Торкова. Телеведущая Снежанна Егорова. Ее заветная мечта почувствовать заботу матери. Ее разочарование – отсутствие поддержки любимого, когда их сын оказался в опасности. Наша героиня надеялась, что рождение ребенка изменит ее отношения с близкими в лучшую сторону. Но появление малыша только усугубило ситуацию. Встречайте, Елена Хохлова. Здравствуй, Лена. Присаживайся, пожалуйста. Здравствуйте. Твое участие в проекте «Беременов-16» закончилось тем, что твоему ребенку нужна была госпитализация, а у вас были проблемы с деньгами. Да. Скажи, получил на эти деньги? Да. Кто помог? Родители. Родители чьи? Мои. Отец ребенка каким-то образом принимал в этом участие? Да, принимал. Пытался искать. Вот, ну, относительная часть получилась. Ну, относительно, да. Как сейчас со здоровьем малыша? Хорошо, все. А скажи, какой ему поставили диагноз? Церебральная шмея. У меня вопрос к вам, Татьяна. Скажите, что означает этот диагноз? Ну, это не грубое такое нарушение здоровья ребенка, которое при правильном его введении сразу после рождения может действительно не оказать никакого последствия для развития центральной нервной системы. Ну, и бывает при целом ряде нарушений во время беременности, там, инфекции во время беременности, хронические стрессы при беременности, там, плохое питание и так далее, и так далее. А скажи, можешь поделиться рационом своего питания? Вот что ты кушала, когда была беременна? Ну, с утра, как бы, чай, там, с бутербродом, там, такое, в обед супчик, там, кусочек мяса, там, еще чего-то. Вот. Ну, и на ужин примерно где-то приблизительно так же. То есть особо разнообразной твою диету нельзя было назвать? Нет. Какие болезни можно диагностировать у еще нерожденного ребенка? Ну, хромосомные отклонения можно диагностировать. Внутриутробные пороки можно диагностировать на периоде до рождения. То есть все пороки можно выявить до рождения сегодня. Скажите, есть ли какие-то болезни, которые можно диагностировать и необходимо давать рекомендацию о прерывании беременности? К счастью, это не наш случай, но все-таки раз мы затронули этот вопрос, хотелось бы о нем поговорить. Да, дело в том, что есть сегодня, допустим, хромосомные аномалии, которые несовместимы с жизнью, которые можно диагностировать в 12 недель. В семье дается информация о том, что вот порок у этого ребенка несовместим с жизнью. Тут еще очень важно, что сегодня можно диагностировать пороки, которые совместимы с жизнью, но медицинскую помощь надо оказать в первые часы. У меня есть вопрос к залу. Скажите, рожать ребенка, заранее зная, что он родится больным, или все-таки прервать беременность? Я думаю, конечно же, стоит рожать, потому что независимо от того, здоров ли болен ребенок, это в первую очередь жизнь. Зачем заведомо обрекать своего ребенка на вечные муки? Вряд ли он сможет наблюдать за детьми и понимать, что больше он не сможет жить здоровой, полноценной жизнью. Будет ли ребенок благодарен своей маме за такую жизнь? Если у него будет мама, он будет ей благодарен. Зависит, конечно, от мамы. Конечно, от мамы зависит. Насколько она сможет подарить ему заботу, какой бы ни был синдром, какой бы ни был диагноз, но когда занимаются развивающимся, растущим организмом, то можно вложить в него максимум и максимально подвести его к норме. К сожалению, у нас в стране об этом замалчивают. Если у женщины родился ребенок-инвалид, это для нее личное горе и беда, и она самостоятельно бьется головой об стены и решает эти вопросы. Если женщина сильна, если у нее есть поддержка, если у нее есть семья, то она может вытянуть такого ребенка, если у нее есть финансовые возможности. Когда дочери было 9, она отправила ее в интернат, считая, что так будет лучше. Когда ее дочери было 15, и та забеременела, женщина переложила заботы о девушке на ее партнера. А теперь возмущена, что молодая семья не в состоянии нести ответственность за ребенка. Встречайте. Мама Лены, Виктория Аляшникова. Здравствуйте, Виктория Присажевна. Здравствуйте. Скажите, как вы восприняли новость о том, что ваш внук болен? Мы действительно перешли в драму. Страшнейший драма, что ребенок родился синим в конечном итоге. Без дыхания, без открытых глаз и весь в тупых пятнах. Спасибо детству, роддома. Ребенка откачали и спасли. Я им очень за это благодарна. Мы здесь говорили о том, что возможной причиной вот такого положения дел – это тот образ жизни, который вела ваша дочь, будучи беременной. Ну, в отношении рациона питания я бы не сказала. Питание у нее было нормальное, достаточное. Витамины получала, хорошие, комплексные витамины. Вот то, что она себя ввела, не совсем правильно, как мама будущая, да? То есть она не берегла себя, она очень нервничала, она переживала, не стрессы были очень сильные. Как она себя не берегла? Ну, я думаю, если погода, скажем, не очень-то так, скажем, летная, да, лететь куда-то за дорогим любимым, выяснять отношения. Хорошо, что вы делали для того, чтобы уберечь свою дочь от этого? Ну, как можно больше старалась с ней беседовать. Конкретно можно узнать? Ну, конкретно как? Вот я говорю, что я с ней беседовала, я ей за руку уговаривала. То есть вы только беседовали? А как еще я могу сказать? Я не знаю, я у вас спрашиваю. Лен, как мама заботилась о тебе? Кушать мне постоянно готовила, убиралась, помогала мне. А почему ты в январе ходила в рваных кроссовках? У меня не было на этот момент там других кроссовок. Те условия, в которых вы живете, они, в общем-то, двусмысленны, потому что вроде как бы вы живете не очень богато, но тем не менее у вас большая плазма, большой холодильник, кожаный диван и нет денег на кроссовки. Дело в том, что с весны у меня дочь работала в фирме, и это мебель офисная, и она временно находится у нас дома. Плазму мы взяли давно, и плазму Маша брала за свои детские деньги, мы брали кредит, потому что у нас есть маленький ребенок, который развивается, которому нужны какие-то программы и нормальное видение. Кроссовки у нас были зимой, а плазма появилась, простите, в апреле месяце. Мне просто показалось, что Лена хотела ответить, почему она ходила в рваных кроссовках, а потом посмотрела на маму и решила не отвечать. Ну пусть ответит, пожалуйста. Мама очень сильная, властная женщина, поэтому... Нет, мама волевая, а не сильная, властная. Да? Я детей никогда не прижимаю, где не надо. Смотрите, когда вы в 9 лет отправляли дочь в интернат, вы интересовались, хочет она туда или нет? Ну конечно, мы вместе с ней ходили. А вы зачем туда? Она сама сделала выбор, что ей там понравилось. Я сейчас расскажу, если вы так начинаете спрашивать меня, очень даже неэтично. Расскажите. Потому что я работала на двух работах, жилья у меня не было, а ребенок очень сильно болел. Чем болел ребенок? У меня ребенок болтался по улице, она не посещала школу. Чем болел ребенок? Простудными заболеваниями, постоянно. То есть она ежемесячно по 40 температур выпадала. И чем дальше, тем хуже. То ангина, то грипп и с последствиями. Подождите, а почему ребенок в школу не ходил? Почему не ходила? Вы говорите, она прогуливала. С осени она пойдет в школу, переболела, опять пойдет в школу. Не ходила, потому что болела? Болела, конечно. То есть она не уходит, и три недели мы лежим. Вы знали, что ребенок, который был направлен в специализированный интернат для лечения легочных заболеваний, там начал курить в 9 лет? Ну не в 9 лет, это уже было много позже, когда я об этом узнала. Нет, когда вы об этом узнали, это другой вопрос. Во сколько ты начала курить? В 9. Мы эти тайны открыли совсем недавно, к сожалению. Виктория, вы не нервничаете. А для чего вы мне пригласили? Вы просто... Кто правдет в плохую маму, показать в гости? Вы абсолютно правы в своих... Конечно, права. В своих действиях, но просто форма, в которой вы свои действия... Я даже сюда, что поменять не могу. Виктория, поймите, мы все прекрасно понимаем вашу ситуацию. Я в данном случае не считаю вас плохой матерью. Я себя чувствую униженной и оскорбленной, простите меня. А что вас оскорбило и унизило? Ваши вопросы. Какие? Почему ребенок у меня рваных ботинков? Почему у нас плазма? Простите, какое ваше дело? Почему у нас плазма? Это не для того, чтобы вас обидеть. Это для того, чтобы у зрителей, которые посмотрят эту передачу... Можно выйти, пожалуйста, на 2 минуты. Сейчас один момент. И которые не знакомы с вашей семьей так хорошо, как мы. У них не было таких вопросов. Понимаете? Какой бы вы вопрос хотели сейчас осветить так, чтобы... Уже никакой. Уже никакой. Можем продолжать? Продолжайте. Но без меня, пожалуйста. К сожалению, без вас не получится. Вы единственная, кто настаивала на том, чтобы остался этот ребенок. А иначе просто быть не может. И здорово. И я думаю, что женщина, которая настояла на том, чтобы этот ребенок жил, заслуживает наших аплодисментов. Понимаете, Виктория, теперь зачем вы здесь? Вы отправили дочь в интернат для того, чтобы она поправила здоровье. А на самом деле она там научилась курить. Я знала, что в интернатах находятся дети не в лучших условиях, чем дома. У меня просто не было выбора. Когда ребенок приходил домой на семью квартиру, мы троем спали. На одноместной кровати. Троем. Поэтому ей было лучше там. Лен, как тебе было в интернате? Было прикольно, потому что там не было мамы, не было запретов никаких. Мне там нравилось. У меня там была полная свобода действия. Я могла, например, уйти гулять, не приходить на уроки туда. Могла с учителями некрасиво разговаривать. Через 4 года ты вернулась домой. Почему? Потому что меня оттуда выгнали. Это что нужно сделать, чтобы выгнали из интерната? Ну, блин. Не приходить на уроки. Ну, драки в школе, там. Моя, это, как ее, классный руководитель, короче, сказала, либо она уйдет, либо я в милицию вообще заявлю. У нас есть подруга Диана, которая училась вместе с тобой в интернате. Хотелось бы у нее спросить, как вы коротали время? Мы с ней редко ночевали вообще. Мы у меня дома постоянно ночевали. Вот нас вообще учителя... Друзья, кто-то следил за этим? Ну, да, нас поэтому и не любили. Ну, мы вообще там редко появлялись. На уроки редко ходили. А вы знали, что она вашу дочь не тянет в другую сторону? Дочует не в интернате. Вы об этом знали? Как мама? Изначально я этого не знала. Потом мне начали докладывать, что ребенка нет. Говорю, у меня нет. Простите, а где она? А по какому праву ее отпускать из интерната? Тем не менее, каким-то образом они умудрялись это устраивать. Вот почему вы отдали в интернат только одну дочь? А вторая была старше. Она была же не в интернате. Она училась в училище. Когда Лена была поменьше, и Маша еще младше, мы жили вообще в горах. То есть они в школу добирались 6 километров пешком. Вы там жили втроем? В горах? Да. Втроем жили. Втроем жили? Да. Мы просто жили там, как на охране. Мы бесплатно жили. Мы пользовались домом бесплатно. Виктория, а как же вы без мужчины в горах-то справлялись? Там же тяжело. Замечательно. Вы на редкость целеустремленная женщина. Ну, в общем-то, да. Твердая, сильная. Он утверждал, что безумно любит своего ребенка и обещал, что ради него найдет хорошую работу, снимет квартиру и заберет любимую к себе. Но когда родился сын, врачи поставили неутешительный диагноз. Едва смог найти деньги на лекарства. Встречайте. Виктор Наугенко. Здравствуй, Виктор. Присаживайся. Ну что, как тебе в роли молодого отца? Мне тяжело очень, честно. Тяжело? Да. Что тяжелее всего? Тяжелее всего? Ну, как бы, строить отношения с семьей и совмещать все с работой. В чем проблема с семьей? Я живу как в двух мирах. Вот в чем дело. В каком мире тебе комфортнее? Мне в данный момент на работе. Что не так дома? Недостаточно отдыха. А ты сейчас где живешь? Я сейчас, ну, на два дня, на три к маме переехал, так, погостить. Честно, почему уехал? Почему уехал? Поругался. Поругался? Из-за чего? Не могу даже вспомнить причину, но причины у меня всегда много из-за того, что поругаться. А сынок? Сынок? Не жалко его оставлять было? Мне жалко, честно. В этом ужасном женском царстве. Ну, когда выгоняют из дома, не из моего дома. Тебя выгоняли из дома? Выгоняли. Сказали, уходи. Говорю, уходи и приезжай за вещами. А кто именно? Это было раз уже 10-12. А кто именно, Витя? Кто выгоняет тебя? А чего ты выгоняешь? Потому что он пьет. Я бываю после работы, если я выпил одну-две бутылки пива, например, это обозначает то, что я бухаю. Ну и как часто? А? Как часто? Нет, бывало затягивалось и на 5 дней, на 4 дня, на неделю. Это означает, что ты не пьешь? Нет, я пью, я согласен с этим. Я выпиваю, я не пью. Ну хорошо, мы можем назвать это как угодно, но все-таки мужчина, который приходит 5 дней подряд домой подвыпивший, это сам понимаешь, да? Нет, я понимаю, да, я с вами согласен. Тем более у тебя дома маленький ребенок. Которому, кстати, ты хочешь быть примером. Просто нервы не выдерживают от данных ситуаций, честно. Он даже не понимает то, что у нас бывает не хватает денег просто, чтобы ему сложить на работу обед. Ну, в конечном итоге я остаюсь виновата, что я ему не приготовила. Подождите, я вот вообще не очень понимаю вашей ситуации. Ты работаешь. Да. Денег не хватает. Где деньги? Вить, такого разве не было, то, что ты говоришь, приготовь поесть, а тебе говорю, нету. Ни с чего. Такого не было. Было такое. Да. Да. Подожди, подожди, Витя, а ты чего улыбаешься? Мы сейчас говорим об очень серьезных вещах. Я не улыбаюсь с этого френья, потому что не из чего готовить. И просто не хочется этого готовить. И здесь в студии твой друг Антон. Антон, Витя тебе жаловался на то, как ему тяжело в роли отца. Хочу заметить то, что здесь сейчас происходит, и как это красочно все разукрашивают, что Витя не прав, что он плохой отец. Честно? Честно. Это все фонарь вообще. Привести могу просто пример ситуацию. Когда в недавнем времени мы с Витей сидели, отдыхали в комнате, пришла Лена, пришла ее подружка. Лену переклинила, она начала Вите предъявлять по каким-то вообще нездоровым вопросам. Приплела туда их сына, сказала, что Витя вообще такой-сякой, и он ничего для них не делает. Хотя это вообще наглая ложь. Он горбатится, как, я не знаю, как издавая лошадь, чтобы хоть что-то сделать для своего ребенка. Значит, ты считаешь, что я только закинула ноги на стол, сижу дома, и за меня все все делают? А что, не так? Нет. Не видно? Витя, вот послушайте, у меня ребенку на месяц меньше, чем вашей девушке, да? Но мне 40 лет, а ей 16. И мой муж, он понимает, он тоже работает и очень много работает. Он прекрасно понимает, что если у меня начинаются какие-то психологические проблемы, я прошу и посидеть с ребенком, и помыть посуду, и приготовить кушать, он приходит с работы, он это делает. Витя, вопрос к тебе. Если я нюху, 2-3 дня в жалую ребенок укипается. Ты чувствуешь себя главой семьи? Я нет, потому что с моим мнением никто не сходится. Что тебе мешает иметь свой дом и забрать свою семью в свой дом? Я стремлюсь сейчас по работе, чтобы больше зарабатывать, чтобы все потянуть. Я понимаю, может быть квартира, но не будет еды. А такое можно совместить? Нет. Ну, ты понимаешь, что уже та ситуация, которая сложилась, она, в общем-то, может лишить твоего сына отца. Ты уже уходишь. Я вот дам последнюю ситуацию, из-за чего меня выгнали. Из-за того, что я не хотел взять кредит на 6 тысяч плазму и стиральную машинку. Да. Хотя в доме существует 2 плазмы и 2 стиральных машинки. Во-первых, это не наша. Подождите, а вот это вот интересно. Во-вторых. Ну, зачем стиральная машинка? Я, в общем-то, ну, могу догадаться. Тем более, хотя ты говоришь, есть. Есть. Есть стиральная машинка? Ну, не наша, мамина с сестрой, как бы. Нет, не запрещаю. Вы же не запрещаете сестре? Нет, не запрещаю. Вы не запрещаете? Просто она немножко уже, как бы, устарела. Хорошо. А плазма вам зачем? Не нужна. Подождите, во-первых. Плазма, да, мамина там с Машей, это, ну, между ними там решается. Я ведь и говорю, видите, вот есть выгодное предложение, как бы, ну, дешево, и действительно, мы в комнате будем делать ремонт, как бы, ну, можно будет поставить. Говорю, давай возьмем кредит. Нет, и все. Послушай, у вас не хватает денег на еду, а ты хочешь взять кредит на плазму. На три года, на три года. Ну, с учетом того, что он бьет пиво, и я хотела, чтобы на нем хотя бы была какая-нибудь материальная ответственность. Зачем плазма? Потому что в семье этого не видно. Плазму зачем? Ну, в принципе, да, может, я сглупила, сглупила, сглупила и сказала, что это нужно ребенку. Это тоже его последний пазлупок. Он уехал к маме и просто целовался с моей подругой. Это тоже было не очень хорошо. Ну, причем тут одно к другому. Поцелуи и плазма. Нет, 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 нет. Сейчас с поцелуями разберемся. Хотелось бы закончить с плазмой. Леночка, ну, реально, действительно. Зачем плазма? Если вы не сделали ремонт, если ваша мама живет на улице, если эти деньги можно потратить на ремонт, причем тут плазма. Я думаю, что за эти деньги можно было бы привести комнату в порядок и... Да. Это соответственно. Выселить маму с веранжой. Нет, ну, как была такая ситуация. В моей жизни были сказаны слова, то, что, Витя, ты должен приносить, как во всех нормальных семьях, домой зарплату и брать себе деньги только на проезд. Ну, это нормально, Саша. Кто это сказал? Я. Не буду тыкать пальцы. Ну, я не именно так жестко сказал. Сказать она имеет право, но сама ситуация странная. Я бы... Вопрос в том, что нежелание брать кредит повод растить ребенка без отца. Вот это очень хорошая мысль. Что есть маленький ребенок, мальчик, у которого должен быть отец. Мне вообще непонятно, почему вы сейчас как кошка с собакой. Потому что то, что я видел из передачи «Беременна в 16», вы действительно любили друг друга. Потому что... Вы тянулись друг к другу. Вы вот для меня были, ну, в каком-то смысле образцовой молодой семьей, у которой допускают свои ошибки, но которые любят друг друга. Да, потому что Лена молчала и все терпела, и позволяла ему пить. Я когда на начальных сроках беременности была, вот, мне было очень плохо. Он, вместо того, чтобы со мной как-то провести время, он ездил на море пить с братом. Смотри, получается как? Вот изначально твоя мама была против Вити, да? Я Витю очень просила. Она еще ребенок. Ты взрослый парень. Не доходите до близких отношений. Это слишком рано. Это было? Да. Это было. Дошел до близких отношений? Не я один виноват. Подожди, подожди. Стоп, стоп, стоп. А вот здесь вот поподробнее. А кто виноват в том, что ты отец? Кроме тебя. Илена. То есть она тебя склонила к отношениям, нет? Обоюдно. Вот в чем дело. Вот у тебя позиция сложная. Она тоже виновата. Да в чем она виновата? Ей 14 лет. Она в куклы играла, а ты, не буду говорить, что с ней сделала. Делал ей куклу живую. Ну тут вопрос эгоизма, понимаете? В молодости мужчины, они думают в первую очередь о себе. Просто была такая ситуация, когда я хотел с ней расстаться. Что ты, Дэн, делала? А что я делала? Хваталась за нож. Покажи. Она была маленькая и глупая. Когда я хотел проиграть с ней в отношении, сразу же паника, нож, она даже ходила на крышу, чтобы скинуться. Подожди, получается, ты остался только из жалости к ней? Там было единственное тихое место, где мне можно было побыть наедине. Ну в тот момент да, но потом я понял, что это хороший человек, я его подобил. Ты понимаешь, что твоему ребенку нужен отец? Да, я это понимаю. Это отец твоего ребенка? Да, это отец моего ребенка. Ты готова предложить ему вернуться? Нет. Почему? Потому что он целовался с моей подругой. Ну, как бы меня выгнали из дома, сказали, забирай свои вещи, получается, и свободная птица в подроте. Да нет, не просто. Это проверка, это проверка своих чувств. Зачем ты целовался с подругой ее? Зачем ты... Знаешь, я не помню, вот в чем дело. Она мне это сама сказала. Ты не пьешь, но ты не помнишь. Почему? Я пил. Ты так чуть-чуть выпиваешь? Я бы хотел, чтобы ты вспомнила то, о чем говорила Татьяна. У вас есть ребенок. Лучше не будет. Другой мужчина уже не станет отцом для твоего ребенка. Меня воспитывал с пяти лет отчим. Я его считаю своим родным отцом. Ну вот видите, вы же тоже своим дочерям не смогли дать другого отца. Я жила с мужчиной, ну как, по соседству. То есть Лена даже вообще его отцом своим считает. Почему он не с вами? Человек хронический алкоголик. С этого начнем. Сейчас поизвини, дорогой, мне дети дороже. Твоя мама сказала, что ты любила этого человека. Это правда? Да, он мне был отцом. В честь его, она сына называла Юрием. А ты сейчас с ним общаешься? Да. Ну, на твой взгляд, правильно ли поступила твоя потенциальная теща, расставшись с этим мужчиной? А он об этом и знать нечего не может. Он не был тогда, и не знает ни человека, ни нашего... Он думает, что он правильно сделал. Постфактум, когда он видит, что его... Что он думает? Что он думает? Он думает, что он правильно сделал. То, что с ней расстался. Виктория, вот у мамы была история. Она жила с мужчиной, который пил, и которого она бросила. И что сделала дочь? Она выбрала мужчину, который пьет, и которого тоже умудрилась бросить. Причем повод, ну, очень нелепый. Ну, мало того, что действительно дети очень часто повторяют... Копируют родителей. ...своих родителей, да. Так у нас в стране сложилось, что найти мужчину, который не пьет... Проблематично. ...и если есть какие-то социальные проблемы, то это очень сложно. Поэтому тут как раз повторить историю родителей, ну, знаете, не мудрено. Сейчас самое главное чуть-чуть сместить акцент из собственного «я». Потому что поскольку вы каждый будете думать о своем «я», а вот она мне то сказала, а вот он мне это не сделал, «У вас никогда не будет счастливой семьи». Она убеждала своего сына, что аборт – лучший выход для него и его девушки. Ведь была уверена, двое подростков не смогут достойно воспитать и содержать своего ребенка. Встречайте, мама Вити Людмила Науменкова. Здравствуйте, Людмила. Присаживайтесь. Почему вы не принимаете никакого участия в воспитании собственного внука? Потому что мне не позволяют это делать. Мы не общаемся с невесткой. Потому что она считает, что я должна ей звонить и находить время, и общаться с ней. А я считаю, что она должна. А вы видели бы вообще своего внука? Конечно. И? Ну, есть какое-то желание заботиться о нем? Ну, мы разговаривали с Виктором на эту тему. Он меня попросил, чтобы я в его жизнь не вмешивалась. Почему на аборте настаивали? Ну, потому что они вообще молодые. Они бы все равно остались вместе. Потому что они полтора года встречались. У них хорошие были отношения. Лена у меня практически в квартире, ну как, она постоянно у нас была. Она сбегала с интерната постоянно. То она на автобус опоздала. То у нее кровать сломалась в интернате. То у них там холодно. Переночевать, да пожалуйста, всегда. Да пусть будет. Накормить, да нету проблем. Я сама в интернате выросла. Почему вы не нашли с ней общий язык? Ну, я считаю, что можно было нравственно себя как-то по-другому повести. Она девочка, ей 14 лет. Чего ж она не бережет свою девственность-то? Потому что... Потому что я влюбилась в вашего сына. Я его безумно любила. Он в тебя тоже влюбился. И что дальше? Знаете, вот как-то получается, что это Лена виновата в том, что она забеременела. Да, я в этом виновата. Ну почему? И ее мама тоже. Да, и моя мама. Мама слишком держала. Я еще как-то вот... Допускаю возможность. А как вы видите здесь вину Ленаной мамы? Я вам сейчас объясню. Прошу. Не один раз мне Лена на мама звонила. И просила, чтобы Лена переночевала у меня дома. Чтобы я ее оставила, накормила, положила спать. Ей нигде ночевать. Я ей задавала вопрос, почему ей нигде ночевать. И каков был ответ? Что я живу с мужчиной, который не находит общий язык с Леной. Он ее ненавидит. Лена с ним ругается, огрызается с ним. И он не разрешает ей ночевать. Не совсем так. Я жила действительно у мужчины. 20 дней там еще находилась моя дочь. Мы в коридорчике вместе стеснились с внучкой, когда нас на ночь выселили вообще из дома, который мы снимали. Я просила периодически то сестру, то Люду, когда она в интернате убежит с интерната, а куда она ночью пойдет? Говорю, ну оставь уже у себя, если есть место. То есть одна у меня была в центре матери ребенка, потому что мы вообще остались на улице. Я пока еще находилась у знакомого, который помог мне перевезти и ребенка, и вещи, и все остальное. То есть я не могла ее туда забрать. Но это не означало, что я вкладывала вместе по семье. Вика, ну такая просьба была. Просьба была оставить у себя, по возможности накормить у тебя, но не у сына. Я ей просила Люду, оставь у себя, если можешь. У меня нет выхода. Так если у меня однокомнатная квартира, где ее положу спать? С собой. Почему твоя дочь должна со мной спать, а не с тобой? Почему ты должна жить у мужчины на птичьих правах? А твоей дочери негде переночевать. И она должна спать со мной, а не с тобой рядом. Значит, надо было отправить ее и не пускать вообще к себе. Я об этом тоже просила. Не пускай ее к себе. Выгони. Подождите, так Вы просили не пускать, или Вы просили оставить? Изначально просила не пускать. А когда уже была беременная, просила мне оставить, негде было оставить ребенка. Это было до того, как Лена вообще была беременная. Это было изначально их отношение. Скажите, Людмила, как бы вы могли охарактеризовать... Вика, я сейчас расскажу эти отношения. У меня на глазах, они приезжали, когда мы снимали по-хакински. Хихоньки-хахоньки на балконе, твоя дочь смеется, все весело, замечательно. Я нахожусь в комнате, они... Вот балкон. Она выходит полураздетая, смеется. Я говорю, Лена, это что такое проходит мимо меня? Она мне отвечает, а это инстинкт. А не рано ли в 14 лет? У нее инстинкт. Безусловно, рано. Почему я сейчас об этом узнаю? Я тебе по телефону говорила. Ну, а почему вы не проявляли интереса к тому, как живет ваша дочь? Как это не проявляла? А почему вы этих фактов не знали? Почему вы только сегодня о них узнали? Потому что я ничего не рассказывала. Я просто видела, что это за девочка. На ваш взгляд, хорошо ли воспитали женщину, которая родила вам внука? Вот какую бы вы оценку дали Викторию как матери? Хорошая мать ребенка в интернат никогда не отдаст. А если нет других вариантов? А вы не предполагаете, что иногда в жизни женщины могут быть такие обстоятельства, что она вынуждена была это сделать? Вы же сами выросли в интернате. В силу каких обстоятельств? Вы остались без родителей? Лучше ребенка на цепь сажать, да? У меня умер папа. А мама? А мама нашла себе другого мужчину. Она мне просто так же, как и Вика, отдала в интернат, чтобы жить спокойно с другим мужчиной. И ни за что не отвечать. Да, только когда меня мама отдала в интернат, она работала с утра до ночи на двух работах. Чтобы обеспечить меня и сестру. Лена, я работала на трех работах с утра до ночи, но своих детей в интернат не отдала. Людмила, а почему вот вы человек, который сам был в интернате и испытал эту трагедию, даже сейчас, когда вы об этом говорите, мы понимаем, что для вас это боль. Почему вы не пожалели ребенка? Почему вы не способствуете этим отношениям? Виктору говорю, Витя, Лена самая лучшая. Витя, если он даже приезжает домой, я говорю, Витя, едь к Лене. Извините, тетя Люда, но просто получается, вот мы обижаемся на друг друга ни за что. Потому что Витя говорит, вам не лезь. Понимаете? А я обижаюсь, что вы сами не хотите. Не хотите видеть своего внука, его как-то воспитывать. Потому что Витя так это мне представляет. Как будто бы вы меня ненавидите просто, и вам внук ваш нахер не нужен. Вот видите, прекрасно, что в нашей студии вы наконец-то можете поговорить друг с другом. Боже мой. Ссылаться на обстоятельства можно всегда. Но извините, цена этих ссылок – это будущее вашего внука. Давайте посмотрим, что было после рода. У нас есть эпизод об этом. Я тебя еле как забрала малого. Я вообще не знаю, что делать. Короче, мне мама говорит, ну типа, вали отсюда, короче, оставай ребенка и вали отсюда. Я же к тебе вот. Вот. И, короче, я вышла, когда нелась обратно, а еле как забрала малого, короче, она говорит, я вызову сейчас ментовку вообще, сдам тебе ментовку. Какие-нибудь, вообще не надо, что делать, что сырали. Я не знаю, что делать, я уже так не могу, я одна не могу. Ночь с ребенком носится, где – неизвестно. Что не хватает, ей непонятно. У вас в расстоятельствах только не заходить домой, пожалуйста, чтобы ребенка не забрали. Я пришла вещи забрать. Какие вещи забрать? Где ребенок? Ребенка, вещи, ребенок в надежных руках. Не знаю, моя смысл. Я не знаю, как-то дальше можно жить и вот. Я сказала, как-либо она живет так, как надо жить в СМИ. Нет. Заявление в милиции написать пять минут. Есть специальные службы, специальные заведения, куда поселяют ненормальных. Ему будет наука, и ей будет наука. В конце концов, есть закон, которому мы все обязаны подчиняться. Я тут правовещие. Я тут правовещие. Куда? Я не знаю, у тебя. Все-таки, ну, все-таки, мы должны думать сейчас не о нас, а она. Ладно, хорошо, сегодня я еще останусь дома. Завтра же дня я начинаю искать квартиру, и ты сиди на квартире. Ладно, что долго я этого ужаса не буду, хорошо. Петя, меня проводишь, пожалуйста, потому что я одна не справлюсь у меня вещи. Давай ты вещи отнесешь, я тебя подводу. Я не хочу их видеть, честно. Я не хочу. Спасибо, замечательный сюжет. То есть была ситуация, когда они расстались. Видите, находился у мамы, Лена находилась у меня. Ну, и? Ей надо было пообщаться с Виктором. Она сначала вышла, потом прибежала, схватила ребенка и побежала. То есть у них не нравились им отношения. Не нравилось, что за ними должны, их заставляли что-то убрать, что-то сделать дома и так далее. Лена, это правда? Ну, было немножко по-другому. Я сказала, что Витя хочет увидеть ребенка, мы пойдем погуляем чуть-чуть. Я понимаю, что холодно, коляска теплая, малыш не замерзнет. Мне сестра отвечает на это так. Ты никуда не пойдешь, ребенок остается здесь, ты можешь валить. Вот так вот. Я вышла к Вите и сказала, что я сейчас заберу ребенка. Было вот так вот, мам. Ну, а почему ты в холод потащила ребенка? Здесь я тоже ребенка в дом, и ребенка смотри дома, не таскать на улице. Меня туда никто не пускал в то время. А почему тебя туда не пускали? А потому что Маша обвинила меня, что я украл у нее 400 гривен. Звоню Маше, говорю, Маша, извини, пожалуйста, что там за ситуация, какие 200 гривен, что произошло? Он говорит, Витя, а ты понимаешь, что у меня 400 пропало гривен? Уже 400, да? 200 раз, 200 второй. Я в обездачу 200 гривен украл. Вы обвинили его, что он ворует деньги. Но больше некому было. Лену спросили, брал, а нет, не брал. Мы сейчас ушли к деньгам. Да, потому что ключевая... Речь о ребенке идет. Речь о ребенке. Почему вы не пускали в дом отца ребенка? Я в дом не пускала. Да, так говорит, Ваша дом. Я его не выгоняла. Пускала моя сестра, потому что она оплачивала где-то квартиру. Она сказала, что, видите, здесь духу не было. Это правда, что Виктория хотела лишить вас родительских прав и оформить опеку над ребенком? Хотела. Я предлагала это. Я еще могу добавить. Я изначально это предлагала. Когда мы ругались с Леной, в документе не указано то, что я даже отец ребенка. Почему? Она мать-одиночка. И дали имя ребенку даже без моего согласия. Когда меня просто не было дома, меня, как всегда, выгнали. Я через два ребенка пришел, и оказывается, он Юра. Через два месяца я узнала, что, оказывается, у меня внук не Миша, а Юра. С моим мнением никто не считается. А его рядом даже не было. Потому что мама кричит, мы его будем называть Саша, и все. Потому что даже моего сына не пускали к ребенку. Не говори уже обо мне. Витя кричит точно так же. Сова, подбирай, пожалуйста. Я его назову Мишей, и все, от меня отвалите. Мы вот когда-то там решали. Я решила сделать всем на зло. Я назвала в честь отчима, которому я благодарна. Я его назвала Юрой. Хорошо. А нету ли здесь какой-то экономической подоплеки? Ведь матери-одиночки получают больше денег. Ну, с одной стороны, да, потому что тяжело. Но с другой стороны, я как бы всю беременность хотела сделать отцом ребенка Витю в свидетельстве. Так почему не сделали? Ну, я этим не занималась. Этим занималась мама. Я сидела с ребенком дома. А почему вы не внесли его в свидетельство о рождении? А для чего? Вот. Так. Вот вы мне скажите, вы считаете, незачем отца ребенка вписывать в свидетельство о рождении? С его доходом, простите. Государство больше платит. А при чем здесь? Он молодой, перспективный юноша. Он может еще заработать. Замечательно. И если бы у него была мотивация, и его... Он будет готов, выженится. Если бы его поделиться на себя по закону. Кто имел право не вписывать? Мать ребенка. Она имела право вписывать или не вписывать? Проблема двух этих семей – это одна большая ложь. Они врут друг другу. У них ложь и непонимание друг друга. Потому что каждый живет своей правдой. Вот ты сказал очень хорошую фразу. Экономическая составляющая этого вопроса. Да, конечно же, мать-одиночка получает выплат больше. То есть бабушка на внуке решила заработать? Это все экономическая составляющая. Я вам скажу, что значит заработать. Это не вписать отца и получать больше денег. Вот что значит заработать. Ты, кстати, можешь вписаться в течение года. Ты можешь обратиться в суд. Тебя в судебном порядке... Да не в течение года ты всю жизнь можешь. Виктория, но вы же предопределили судьбу вашего внука. На основании чего? Это чья жизнь? Это жизнь вашей дочери или ваша? И моего внука. Он без отца, он был сиротом. Вашего внука, которого вы хотели отобрать у родителей, и которого хотели лишить отца? Почему отобрать у родителей? Я ни у кого не отбираю никого. Да вы лишили его отца. Я его пока никого не лишаю. А могла бы лишить с первых дней. Дмитрий Мурман, минуточку. Запрятай туда, куда положил. Да, неоднократно были упреки, что она меня посадит. Горожала суши сухари, я твоего сына посажу. Ну это то, что я... Подождите, она... Я не могла с этим человеком общаться. Да вы же его не пускали в дом посмотреть на собственного сына. У него была возможность. Его забрали после родов туда, и на родах он был. И после родов жил у нас, жил с ребенком. И в первый день мы вместе купали этого ребенка. Вы тысячу получили, куда вы дели? Даже на родовой пакет денег не оставили. Лена, вам надо быть отдельно. Вы знаете, что они тысячу получили. Иначе у тебя будет ее судьба. Тысяча четырадцать гривен. А чего вы ходили в банк интересоваться? Потому что денег не поздно. Лена, еще ничего не поздно. Стоп, стоп, стоп. А почему деньги должны были прийти на вашу карточку? Потому что она несовершеннолетний ребенок. Эх, опять деньги. Ну ее научила свекровь, как это сделать на себя. Понимаете, вот вы смотрите, вы всю жизнь друждитесь. Вы совершенно не ленивая женщина. Вы заботитесь о своей семье. Если мы хотим в этой жизни иметь что-то, в это что-то нужно вложить две вещи. Как вы думаете, деньги там не звучат? Вот мы здесь говорим о деньгах. Любовь и время. Любовь и время. Найти время сказать Лене, сказать Виктору доброе слово. В каждом человеке есть что-то хорошее. Помогите этим детям рассмотреть друг в друге хорошее. Почему вы, Виктория, жалуетесь на своих детей в опекунский совет? Вы знали об этом? Нет. Зачем вы это делаете? Нет. Что нет? Я милицию вызывала, не только жаловалась. Как это ребенка, малолетняя девочка, утащила в ночь. Я должна была молчать, конечно, и вызвала милицию. Она не ребенок, и не ребенка утащила. Она не вашего ребенка утащила, а своего. Отвечаю я, вы 16 и не было, простите меня. Я мать, я отвечаю. И я тоже отвечаю. Мне в отделе опеки объяснили четко и ясно, что в первую очередь отвечаю я, поскольку ей нет до 16 лет. Виктория, зачем вы ходили в опеку? Я прекрасно понимаю ваши мотивы. Я прекрасно понимаю, зачем вы раскачиваете эту лодку. Если ее лишить родительских прав, это возможно. Если вы докажете, что она плохая мать, его вообще нету в свидетельстве о рождении. Вы получите опеку. А вместе с опекой и выплаты. Естественно. Зачем? Я поэтому вас спрашиваю. Ответьте себе. Ответьте. И ответьте сейчас. Да, пожалуйста. Прошу. Девочке 16 лет. Я ей да, я ей предлагала. Изначально, мне в совместе даже сказали, до ее 18 лет вы можете оформить опеку на ребенка, поскольку она с ним не справляется. И ведь она действительно изначально не справлялась с ребенком. Я месяц, сутками над ними, двумя прыгала. И при этом находили время ходить в опеку, в совбез, консультироваться. Как ее лишить родительских прав? Да, не вписывать в ее разницу. И при этом она считает, что она с внуком справится. Хотя справиться и поставить на ноги двоих дочерей у нее не получилось. Михаил, каким-то образом можно лишить бабушку родительских прав и сделать так, чтобы она никоим образом не могла получить опеку над внуком? Съехать от внука. Бабушке хочется помочь. Они могут пожениться. И до совершеннолетия он станет опекуном, Лен. Мы с Витей хотели пожениться. Отлично. Мама сказала, нет, и все, ни в какой. Испомниться, 80 лет, пожалуйста. Я его посажу все равно. По закону Украины сейчас. По закону Украины они могут пожениться по решению суда, вне зависимости от того, что вы хотите. Но она просто говорила, что она отсудит все равно свою сторону. Какую сторону? Поэтому мы с Витей решили лучше этого не делать. Какую сторону она может отсудить? Лена, скажи мне, ты что, действительно хочешь, чтобы твой сын рос без отца? Я вообще в это все уже просто не верю, что он меня любит. Ну, у нас просто уже такие отношения. Я не знаю, из-за чего это. Может, это за то, что родители там давят на нас. Да, может быть, кто-то еще их давит. Я скажу так, что в таких бытовых условиях, в которых живет эта семья, их не могло остаться. Давят родители. Там просто нет места ничему, кроме бытовых проблем. Потому что если сейчас их поместить в более-менее нормальные условия, все вернется. Я бы хотел, чтобы мы попытались подвести какой-то итог всему тому, что мы здесь услышали. Ну, прежде всего, не зацикливаться на частных моментах. Вы так обросли обидами, и как на рапирах просто сражаетесь, кто кого больше обидит и кто больше виноват, что, естественно, это убивает все чувства. И, естественно, вы, да, вы забываете о своем ребенке. Вы проговорите друг с другом, что не нравится, когда делают другой. Но, внимание, очень корректно. Просто договоритесь друг с другом. Не спрашивайте у родителей. Однозначно считаю, что ребятам надо быть вместе. Они мне оба понравились. Они очень позитивные. Они со знаком плюс и перспективные. Витя надо продолжать заниматься тем, чем он занимается. Только единственный момент – осознай, что ты глава семьи. Женщинам, трудягам, перед которыми я снимаю шляпу и кланяюсь вам низко в пол, я желаю и просто прошу по-человечески. Перестаньте думать, какую можно получить выгоду от той или иной ситуации. И хочется, чтобы не пострадал ваш внук. А чтобы он не пострадал, вот что вам точно нужно сделать? Тебе в судебном порядке вписать себя в свидетельство о рождении. И зарегистрировать свои отношения. После этого никто вам помешать не сможет. Лена, я хочу сказать, что вот отец твоего ребенка, он трудится. Это очень много. Он труженик. Это уже хорошо. Это очень хорошая основа, Людмила, и честь и хвала вам, что вы сумели воспитать сына тружеником. Это большой успех. И я вас с этим поздравляю. Лена, ты сильная девочка. И он тебя любит. Это видно по тому, как он держится. Как он говорит, да, его болит, да, он уже сам в этом сомневается. Да, он натыкается на твою вот эту железную стенку, я сама. Да ничего сама женщина никогда не может. Поверь мне, я тоже женщина. И мы что-то можем тогда, когда рядом есть мужчина. А для того, чтобы он рядом был, надо быть такой, чтобы ему хотелось рядом с тобой быть. Две банальные вещи мне приходят на ум. Из Булгакова, что люди-то хорошие, квартирный вопрос их испортил. Потому что если бы вас вот взять, да, отселить хотя бы в отдельную квартиру, и чтобы не стоял вот этот финансовый вопрос так тяжело на повестке дня, наверное, вы быстрее бы нашли общие точки соприкосновения. Если ты, Лена, не хочешь, чтобы твой сын когда-то потом горько сожалел, что у него мог быть отец, а его у него не было. Как ты сейчас сожалеешь о своем отчиме. Потому что только отец может дать мальчику, мужчине ту любовь, которую потом в дальнейшем он сможет дать женщине. И стать настоящим мужем, настоящим отцом для его уже детей. Я думаю, что им будет сложно без поддержки родителей. Здесь вы, Виктория, и вы, Людмила. Вы готовы договориться? Это мы не ссорились, мы просто не общались. Мы не общались. Мы не общаемся и все. Отлично. Вы готовы начать общаться и объединить свои усилия ради того, чтобы внук вырос нормальным, полноценным, здоровым, счастливым человеком? Ну, простите, я этот вопрос поднимала еще в самом начале, когда Люда была в шоке, а что же мы будем делать? Что там с Леной? Говорю, Лена, берите. А вы не забывайте, что вы не забыли. Подумайте, что это все. Это наши дети, мы обязаны им помочь. Конечно. Всего своих возможностей и всего лишь. Я это делаю. Я считаю, что надо объединиться и им помогать. Бабушки, беру на свой контроль. Если вы дали жизнь ребенку, обязаны сделать все, чтобы обеспечить малыша и дать ему достойное воспитание. И уж ни в коем случае нельзя рассматривать младенца как средство для заработка денег. Вы смотрели программу «Дочки матери». Берегите себя и своих детей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ